Помните, на прошлой неделе силовики отчитались о масштабной операции по борьбе с контрабандой в Закарпатье? Десятки обысков, сотни правоохранителей, даже авиацию привлекли. Выглядело очень впечатляюще. Рассказывали даже о том, что наконец-то прикроют схемы с приватизацией участков госграницы. Но, что в результате? Оказывается, даже за решетку отправить некого. И знаете, это очень характерный пример. С контрабандой у нас вроде бы ведут активную борьбу, но Украина все равно остается одним из европейских лидеров в этом незаконном бизнесе. Например, одних только сигарет в прошлом году украинцы переправили в Евросоюз почти 6 миллиардов штук. И, наверное, не будет преувеличением сказать, что контрабанда это уже одна из базовых отраслей украинской экономики, пусть и теневой. Марина Коваль о схемах на нашей западной границе. Для контрабанды все способы хороши. Сигареты замуровывают в кирпичи. Или прячут в торт. Почему бы и нет? Вот в этот сладкий подарок поместились 103 пачки. Ну а тайник в колесах машин – это уже контрабандная классика. В данном случае это запасное колесо. Часто бывает даже в ходовых колесах. А это свежий улов таможенников. 20 тысяч пачек на 2 миллиона гривен. Сигареты спрятаны в тонкие доски. Аккуратно блок к блоку. По документам водитель вез товар из России в Европу. Было застосовано специальные производственные помещения, специальные пилораны. Потому что только в таких условиях за допомогой специальных пристроев можно было сделать такие приховывания. Производство контрабандных тайников уже стало чуть ли не промышленной отраслью. Эта фабрика работала в Ужгороде. В одном цеху упаковали сигареты в рулоны с линолеумом. В другом – прятали в бетонные трубы. Но тайники нужны не всегда. Их используют, когда везут контрабанду через пункты пропуска. Но кроме легальных переходов, есть секретные тропы. Село Вилок находится у самой границы с Венгрией. Здесь летом пограничники нашли хранилище сигарет. Полмиллиона пачек в обычном сельском доме. Это типичная схема. Крупные партии сигарет свозят в пограничные села. Здесь их разделяют для отправки за границу. Говорить в открытую о контрабандном бизнесе в селе, конечно, не принято. Я не знаю, что это контрабандисты. Я не знаю, чем они занимаются. Вилок и граница проходят по окраине села. Вот она, между этими двумя столбами. За деревьями – крыши уже венгерских домов. Расположение более чем выгодное. Евгений Рахимов – местный активист. Темой контрабанды занимается давно. И хорошо знает иерархию в этом бизнесе. Говорит, в пограничных селах все контролируют авторитеты. Верхушка местной пирамиды. Но разрешение заниматься контрабандой получают свыше. Это здешние бизнесмены или депутаты. Именно они и вербуют остальных. Контрабандой занимаются местные жители, которые знают абсолютно всю территорию, топографию. Тут категория значительного ромского населения проживает. Какие беспосредственно выступают, скажем так, носильщиками за, соответственно, там, грошевую нагороду. Носят сигареты на себе ящиками. В одном 50 блоков. Вес 17 килограмм. По слухам, за перенос одного ящика платят от 500 до 1500 гривен. Цена зависит от местности. Зазвичай, это, скажем так, особи, которые добрые физически подготовлены. То есть, которые способны, соответственно, вагу на себе, скажем так, взять. И, соответственно, веку среднего. То есть, так, от 16 до 30 лет. Кроме носильщиков, в бригаде есть фишки. Люди, которые наблюдают за пограничниками и подают сигнал, когда граница свободна. У них есть и прилады ночного видения, и бинокли, и даже подселивающие звуки, когда они на значительных отстанях могут прослуховывать, что происходит на границе. А если пограничников нельзя отследить, от них можно спрятаться под землей в тоннелях. Вот такой длиной в 700 метров работал под украинско-словацкой границей. Вход был в подвале обычного дома в Ужгороде, а выход прямо на территории словацкого предприятия. Этим тоннелем по приблизительным подсчетам переправили сигарет на 50 миллионов евро. Но там, где большие деньги и большие риски, доступ к контрабандному бизнесу иногда стоит жизни. Перестрелка в Мукачево летом 15-го – самый яркий пример борьбы за контрабандные потоки. Август 16-го. На заправке в Салотвино вооруженные разборки устроили две группы контрабандистов. Один погиб. А это еще одна жертва контрабандистов. Анатолию было 33. Фото единственного сына показывает его мама. Елена Васильевна уверена, сына убили местные контрабандисты. Прошел почти год, но никто не наказан. Дело до сих пор в суде. Они ему были должны деньги, моему сыну. И они его вызвали, видно, чтобы не отдавать, и так его убили. Они там занимаются сигаретами, они носили и Магии, и Иван, и Михайло, и Боднарюк. Мы пошли к дому, где живет Иван Магий, на которого указала Елена Васильевна. Сигареты, янтарь, лес. Переправка нелегалов. Это главные контрабандные потоки, которые текут из Украины в Европу. Этот четко структурированный бизнес приносит миллионы. Кормит и безработных местных жителей, и киевских чиновников в высоких кабинетах. Это безусловно много миллионов жилых доходов для всех. Как для службы безопасности в Украине, для прокуратуры, для прикордонной службы и так далее. Поэтому это какая-то градация хабарницкая, которая действует уже много лет. А это значит, что никто не будет закрывать настолько успешный бизнес, который удобно расположился в тени секретных троп, подземных тоннелей и круговой поруки. Марина Коваль, Жанна Дучак, Юрий Ковалев, Зиновия Автонас. Подробности недели. Телеканал Интер. Закарпатская область. И вот буквально сегодня в Закарпатской области СБУ предотвратило ввезение в Украину большой партии контрабандных сигарет. Во время осмотра двух грузовиков на таможенном посту ТИСа правоохранители обнаружили 3000 коробок табачных изделий. На черном рынке их стоимость около 22 миллионов гривен.